Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Живём с парнем 3 месяца, заметила, что немного отстраняться начал. Вчера ушёл с одним из знакомых посидеть в кафе. Типа о делах разговор, ушёл и не пишет, не звонит, пока сама не позвонила. Но правда тут же пришёл. Сегодня поехал на Дерек к друзьям своим. Меня тоже звали, но я после работы устала и как-то не особо их знаю. Ничего не захотела. А он поехал, и вот уже поздно, его нет. Как мне поступать, чтобы он со мной хотел проводить время, а не с друзьями? Впереди пару выходных у меня, думаю, поехать к родителям. Без него его не звать, так как они не знакомы, ещё правильно ли поступлю? С одной стороны, как бы вроде и сама отказалась, его отпустила, а с другой, всё равно неприятно, что он так долго там находится и не пишет, и не звонит. Спрашивает пользователь по имени Солнцев. В данном случае. Ну, собственно, отвечая на ваш вопрос, да, как поступить, чтобы он хотел проводить время с вами, я здесь могу вам сказать, что вам нужно быть интересным для него. Чтобы быть для него интересным, вам необходимо, ну, хоть, хотя бы знать, что ему, что ему интересно. Ну, то есть, ну, какие, какие у него интересы вообще есть. Вот, а что ему нравится, что его привлекает, привлекает, вот, и так далее. То есть, это вот тот аспект, который, 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 как мне кажется, вам нужно сделать своим приоритетом сейчас, как мне видится, по крайней мере. Дальше. На мой взгляд, вот то, что вы описываете, связано с тем, что или вы боитесь, что человек вас бросит, вот, или вы испытываете дискомфорт от нахождение нахождение самой собой. То есть, тут, тут, как бы, момент такой, достаточно неочевидный, по моему мнению, вот. И, в общем-то, нужно разбираться, откуда такая тревожность и желание, чтобы он проводил сами время. Вот. Потому что, как правило, мы хотим видеть человека ну, вот, рядом с собой, да, мы хотим видеть человека, как правило, тогда, когда нам самим с собой не очень комфортно, скажем так. И, соответственно, если это выглядит таким образом для вас, то, я думаю, что имеет смысл и достаточно серьезный смысл поразбираться в себе, да, имеет смысл, вот. Ну, поисследовать себя имеет смысл посмотреть, где у вас возникают неприятные чувства, неприятные ощущения. Вот. Для того, чтобы не перекладывать ответственность за них на молодого человека. Вот. Также я бы обратил внимание на то, что между вами и молодым человеком общего, что вас объединяет, что вас связывает. Это тоже очень такой важный момент, потому что если объединяющих именно тенденций у вас достаточно немного, то это нормально, что он отстраняется, потому что ему с вами неинтересно. То есть, опять же, на что вы ориентированы, да, как бы здесь многое зависит от того, насколько вот полное, насколько активное, насколько интересное, причем именно именно вот по вашим именно ощущениям вы живете жизнью. Вот. Если вот есть какая-то проблема в этом, если есть какие-то трудности в этом, вот, то нужно с этим разбираться, нужно с этим непосредственно, да, уже вот что-то делать. как мне кажется, по крайней мере. В противном случае просто молодой человек от вас может достаточно легко и уйти. вот, ну опять же, да, уйти не потому что вот он там плохой какой-то, а уйти просто потому что вот, ну, ему не интересно. Ладно. То есть отношения себя изживают как раз вот когда люди начинают через шур вот тяготить друг к другу и стараться решить какие-то свои трудности за счет вот другого человека, что является на мой взгляд, конечно, крайне деструктивной крайне деструктивной истории для любых отношений и для любого человека. Вот. В принципе, это касается не только вас, это касается вот ну, это касается вообще любых отношений касается. Вот. То есть вы в этом смысле вы вы здесь ни при чем в этом смысле. Вот. то есть это не ну, не только ваша история, скажем так. Да, эта история вот не только про вас. Вопрос заключается в том, хотите ли вы с этим разбираться. с этим что-то делать, если да, то как вы хотите что-то делать. соответственно. Я вот, например, мог бы предложить да, ну, психотерапию. Вот. Ну, в этом смысле. для получше бы вам было как-то вот понятнее, с чем вы сталкиваетесь. Вот. Просто же просто же стараться подбирать подбирать какие-то ну, модели поведения на мой взгляд не является чем-то позитивным. Вот. не является чем-то хорошим. Вот. А больше являются как раз-таки деструктивные истории. Вот. Как мне кажется. я повторюсь. Это очень важный момент. Это очень важный элемент, на который хочется обратить ваше внимание. Вам. По крайней мере. Сейчас. именно с точки зрения психологии, именно с точки зрения психотерапии, именно с точки зрения вот развития здоровых отношений. ваше Конечно, здесь вот, ну, здесь присутствуют элементы, я бы сказал, ваших усилий, то есть, вам как-то вот нужно будет прилагать усилия для того, чтобы ситуация изменилась, чтобы ситуация стала другой, но это уже вопрос ваших приоритетов. я бы так я бы так это сказал. Вот на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я желаю вам удачи и надеюсь, что вот ситуация будет для вас самым лучшим образом. Разрешена. вот, я надеюсь, что ситуация для вас будет скорректирована, вот, ну, либо, либо с нами, да, либо с нашей вот помощью, либо вы самостоятельно что-то сделать. То есть, либо вы самостоятельно в этом смысле возьмите, как бы, вот, ну, в свои руки эту историю, но я бы делать этого не рекомендовал, потому что самостоятельно вы можете сделать только хуже. Вот. Удачи вам, всего самого доброго.